Добрый день, дорогие телезрители! С вами работает Антон Васильев. В следующие 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последнюю неделю. Летние каникулы не повод забывать о правилах дорожного движения. Как проводятся профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения в летний период. Я бы в инспекторы пошел, пусть меня научат. Как стать сотрудником госавтоинспекции? Сотрудники госавтоинспекции Якутии в Луганской и Донецкой Народной Республике. День рождения госавтоинспекции. К 88-летию образования государственной инспекции и безопасности дорожного движения МВД России состоялось торжественное мероприятие с участием ветеранов ГАИ и действующих инспекторов. А в начале выпуска предлагаем вам обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 1 по 7 июля зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, где пострадало 28 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Так, утром 2 июля в Якутске на регулированном перекрестке улиц Лермонтово-Свердлова 30-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Ipsom, при повороте направо совершил наезд на 17-летнего пешехода. В медучреждении несовершеннолетнего пешехода диагностировали ушибы и ссадины. В этот же день, вечером на улице Курнатовского, водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на 7-летнего велосипедиста, который, не спешившись, переезжал проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребенка госпитализировали с переломом в медучреждении. Оба водителя были трезвы, по данному факту проводится проверка. 4 июля в селе Итык-Кюль Татинского района, управляя автомобилем Toyota Ipsom, водитель, не справавшись с управлением, допустил съезд транспортного средства на правую сторону дороги с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП с различными травмами госпитализированы в местной больнице водители и один несовершеннолетний пассажир. Второй несовершеннолетний пассажир проходит амбулаторное лечение. Факт употребления алкоголя водителем по проведенному медосвидетельствованию не выявлено. В этот же день, 4 июля, на 83-м километре региональной автодороги Борогон, женщина-водитель, управляя автомобилем марки Toyota RAV4, не справавшись с управлевым управлением, совершила опрокидывание на марки на проезжей части. В результате ДТП 51-летний мужчина-пассажир, сидевший на переднем пассажирском сидении, скончался на месте аварии. В ходе проверки установлено, что в салоне автомобиля на заднем сидении находились трое детей, одному из которых были диагностированы ушибы грудного отдела позвонка и плечевого сустава и назначено лечением. Со слов женщины-водителя, все были пристегнуты ремнями безопасности, кроме погибшего пассажира. Госавтоинспекция убедительно просит автолюбителей не забывать, что дорога – это место повышенной опасности. В процессе дорожного движения следует четко контролировать ситуацию и быть максимально внимательным к детям, находящимся в непосредственной близости от проезжей части или переходящим дорогу. А если ребенок находится в салоне автомобиля, ни в коем случае не выезжать на полосу встречного движения, правильно выбирать скоростной режим и обязательно использовать детские удерживающие кресла. А мы двигаемся далее. 3 июля Госавтоинспекция отмечает свой профессиональный праздник. Несмотря на то, что официально этот праздник был утвержден в 2009 году, сотрудники Госавтоинспекции получают поздравления уже на протяжении 88 лет с момента образования данной службы. А тех, кто круглые сутки на страже безопасности, смотрите в следующем материале. 3 июля на территории Управления Госавтоинспекции состоялось торжественное мероприятие, посвященное 88-летию образования Государственной инспекции безопасности Дорожного движения МВД России. В торжественном мероприятии приняли участие министр внутренних дел по республике Саха-Якутия, генерал-лейтенант полиции Владимир Прокопенко, руководитель Департамента дорожной службы, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии Софья Кузьмина, начальник управления Госавтоинспекции, полковник полиции Александр Архипов, а также сотрудники и ветераны службы. Конечно же, хотелось пожелать сотрудникам профессиональных успехов, достижения тех целей, которые поставлены президентом нашей страны, руководством республики и Министерством внутренних дел Российской Федерации. Это снижение смертности на дорогах к нулевому показателю, чтобы на наших дорогах люди не гибли. Но, конечно же, сотрудникам хотел бы пожелать крепкого здоровья, очередных специальных званий, достижения повышения по должности, успехов в семье, потому что наш тыл и взаимопонимание в наших семьях – это очень важный аспект нашей служебной деятельности. Работа сотрудников госавтоинспекции всегда на виду. В любую погоду, мороз и зной, в снег и дождь, сотрудники ДПС несут дежурство на дорогах республики. Инспекторы ДПС обеспечивают безопасность на дорогах, предотвращают аварии, первыми приходят на помощь людям, попавшим в беду. Так, 27 октября в Якутске сотрудник ГАИ Максим Бубенчиков, рискуя жизнью, спас людей во время пожара в здании на проспекте Ленина. И в 88-ю годовщину госавтоинспекции майор полиции был награжден юбилейным знаком республики Саха-Якутия – 100 лет Якутской АССР. От себя лично хочу поздравить всех своих коллег с профессиональным праздником, с 88-летним годовщиной образования и подразделений госавтоинспекции. Пожелать тихих, спокойных смен, мирного неба над головой, здоровья, счастья, семейного благополучия, чтобы все задуманное сбывалось. Хотелось бы пожелать, конечно, спокойной работы, надежного тыла. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения, потому что наша работа – это ваша безопасность. Молодым сотрудникам в торжественной обстановке были присуждены очередные специальные звания. Ну а редакция программы «Проавто», пользуясь случаем, поздравляет сотрудников и ветеранов госавтоинспекции с прошедшим профессиональным праздником и желает успеха в службе, крепкого здоровья и достижения всех намеченных целей. С днем образования ГАИ своих коллег поздравляют ветеранов госавтоинспекции Агей Эверсов и Айсен Прокофьев, прослужившие в рядах ГИБДД более 20 лет. Агей Николаевич в дорожно-патрульную службу пришел в 26-летнем возрасте, уже имея семью и некоторый опыт работы. А вот для Айсена Ильича решение работать в госавтоинспекции пришло к нему, когда он еще учился в университете. Но для обоих адрес «Халтуре на 10» стал отправной точкой для их профессиональной карьеры. Деревянное здание на «Халтуре на 10» стоит и по сей день. Сегодня это жилой дом, а тогда, до 1993 года, здесь располагался отдел ГАИ МВД, у которого не было гаража, и машины калматили даже зимой буквально у крыльца. Мы ютились чуть ли не за одним столом по 2-3 человека. И мы переезжаем в это здание, которое гулкое эхо раздается в коридорах. Огромное. Мы расселись там буквально, чуть ли не у каждого свой кабинет. Вообще шикарные такие условия. Еще я повторюсь, это замечательный огромный гараж, куда вошли все машины служебные наши, которые были на то время. И огромная территория. В 90-е не было страховых полисов и возникало много спорных ситуаций, поэтому ответственность лежала на инспекторе. Также сотрудник ГАИ должен был уметь вводить любое транспортное средство, даже вождению трактора обучали. Эвакуаторов не было. И если владелец находился в алкогольном опьянении, перегонять машину на охраняемую стоянку приходилось им. Когда во время праздников или возлияния кто-то садился за руль иномарки и попадался в поле зрения наших патрулей, и эту машину иномарку, естественно, надо было кому-то патрульному отогнать на штрафплощадку. И все буквально кричали в рацию, я отгоню, я всем хотелось посидеть за рулем иномарки. Агей Николаевич до сих пор с волнением вспоминает приезды первых лиц нашего государства и игры «Дети Азии», которые всегда выпадали на 3 июля. Профессиональный праздник госавтоинспекции. План мероприятий, который был в основном сверстан штабом батареона ДПС города Якулска, это вот такой толстенный талмуд получился. Расписано было все. Каждый инспектор, где стоит, с какого по какой, кто его меняет. Вот это полностью было расписано, вот такой толстый талмуд получился. И насколько я знаю, первый план мероприятий именно по управлению ГАИ, он становился основой для последующих. То есть на нем ориентировались. Уже знали, где какие посты в основном стоят, где какие дороги точно перекрываются, где какие улицы именно на открытие, на закрытие. Сегодня трудно поверить, но 88 лет назад, в 1936 году, все начиналось с нескольких человек в отделении ГАИ, пометок, нарисованных мелом на асфальте, и десятков секундомеров, служащих для определения скорости движения автомобилей. В наши дни инспекторов ГАИ на автодорогах заменили комплексы фото-видео, фиксации, нарушений ПДД, работающие в автоматическом режиме. Казалось бы, стало проще. Но меня поправляет председатель Совета ветеранов ГАИ Айсен Прокопьев. Он уточняет, что в разы увеличилось количество автомобилей на дорогах, соответственно, увеличилась и нагрузка. Поэтому о простоте работы сотрудников ГАИ говорить сегодня не приходится. Самое замечательное – это, конечно, коллеги, с кем я работал. Это замечательные люди, с которыми мы несли службу, которые по призванию своему служили именно в рядах ГАИ, ну и с которыми я сейчас несу службу, именно как представитель ветеранского движения Госавтоинспекции Республики. Мы прямо плотно взаимодействуем с действующими подразделениями, с сотрудниками, очень замечательные ребята. С удовольствием Айсен Ильич вспоминает своего наставника Николая Никитина, у которого он проходил стажировку в свои первые дни службы. А пост номер один, проспект Ленина, стал его первым маршрутом. Всегда хотелось именно сесть в патрульную маршруту, чтобы закрепили автомобиль и так далее. И, наконец-то, настал такой день, закрепили за автопатрульной машиной 3-2-8. У нас был позывной. Первый день я сел на него. Ну, развод прошел, дали маршруты нам, маршрут, там, допустим, улица Ермонтова. Это в 7 утра сел в машину с напарником и поехали. И забыл включить рацию. Полчаса его позывной 3-2-8 вызывали патрульные машины, пока он не включил рацию. А случилось это у поста номер 3, который на несколько лет оставался в зоне ответственности Айсена Ильича. Напомним, пост номер 3 – это стационарный пост ГАИ у въезда в Хатасы. В 90-е годы один экипаж за смену оформлял не больше 10 ДТП. Это считалось хорошим показателем. Не было лазерных рулеток, позволяющих замерить расстояние при аварии без перекрытия дороги. Все приходилось делать вручную. Вместо сотовых телефонов пользовались рации. В ней в любой момент могли произойти сбои. Поэтому на всякий случай инспекторы заранее узнавали, на каких ближайших предприятиях есть стационарные телефоны. А угоны раскрывали, ориентируясь на память. Это сейчас повсюду стоят камеры, видеорегистраторы, есть компьютерные базы данных. А тогда нарушителей запоминали в лицо. Смеется Айсен Ильич. Я хочу поздравить и ветеранов ГАИ, и действующих сотрудников с нашим профессиональным праздником восьмилетрием создания службы ГАИ ГИБДД. Хочется пожелать им терпения, доброй порядочности, чтобы несли добросовестную службу, служили отечеству, закону, крепкого здоровья, конечно, ну и служебного роста. Но сотрудникам ГАИ даже в праздники нельзя расслабляться, поскольку, как показывает статистика, количество автомобилей на дорогах нашей республики лишь возрастает, соответственно, и возрастает интенсивность дорожного движения. Поэтому работе госавтоинспектора не позавидуешь. Она крайне трудна и порой даже опасна. Сотрудники госавтоинспекции одни из первых, кто отправился в Донецкую и Луганскую народные республики. Так Константин Березовский в Луганской республике побывал уже дважды. В первый раз его командировали в сам Луганск, а во второй приезд он отправился в небольшой городок в 50 километров от центра. Мы оказывали государственные услуги населению наших новых регионов, а также оказывали практическую и методическую помощь тем сотрудникам, которые там начинали нести службу. В минувший приезд из Якутии было всего 12 сотрудников госавтоинспекции с Намского Улуса, Солёбминского и Мирненского районов и города Якутска. Задача инспекторов заключалась в экзаменационной деятельности и выдаче водительских удостоверений и регистрации автомобильного и мототранспорта. Служба правоохранительных органов всегда была востребованной и престижной. Многие мальчишки, да и девчонки с детства мечтают работать полицейскими, расследовать запутанные дела, ловить преступников и их, конечно же, охранять в покое граждан. А сами сотрудники в погонах очень горды тем, что входят в структуру Министерства внутренних дел. В наши дни все большее количество людей задумывается о работе на государственной службе. Растущая заработная плата, льготы и стабильность с лихвой перекрывают все ее возможные минусы. Работа в ДПС сложна и морально, и физически. Но, несмотря на это, она все равно привлекает к себе внимание как молодых и ищущих себя людей, так и представителей более старшего поколения, особенно тех, кто уже успел до этого поработать в других подразделениях МВД. На службу в органах внутренних дел принимаются граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, способные по своим деловым, личностным и нравственным качествам, образованию и состоянию здоровья выполнить служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел. Если вы желаете устроиться именно на службу в госавтоинспекцию МВД по республике Саха-Якутия, необходимо среднее, профессиональное или высшее образование, юридическое или автодорожного факультета, а также наличие водительских прав в категории В. Стать инспектором ДПС можно в возрасте от 18 до 50 лет, даже если до этого вы не работали в правоохранительных органах. Важные критерии отбора – отсутствие судимости, а также административных взысканий за серьезные нарушения. Приоритеты дают мужчинам, но могут взять и женщин. Каждый год мы проводим набор в Орловский юридический институт имени Лукьянова, где обучает будущих сотрудников по специальности обеспечения законности и правопорядка по линии ГИБДД сроком 4 года. Приемное обучение проводится на базе среднего общего образования по результатам ИГИ русского языка и общества знания. Жара, ливень, морозь, снегопад – инспекторы всегда на посту. Следят за движением транспорта, всматриваются проезжающие машины, в любой момент готовы начать преследование нарушителя, не остановившегося по их требованию. А еще они должны вежливо и корректно общаться с самыми разными людьми. После года службы инспектору ДПС присваивают звание лейтенанта полиции. Через два года после этого он может стать старшим инспектором. Дорожно-патрульная служба, как и патрульно-постовая, является кузницей кадров для МВД. Опытные сотрудники уходят достойными специалистами в другие подразделения полиции. Летний период для сотрудников госавтоинспекции, как правило, самый активный и ответственный, поскольку дети все чаще проводят время на свежем воздухе и становятся на дорогах все больше самокатов и велосипедов. Но юные помощники инспекторов дорожного движения прекрасно знают правила дорожного движения и сами могут обучить всех желающих. Какое самое любимое правило дорожного движения у вас? Какое ты знаешь? Пешеводный переход. На зеленый только можно ходить людям, а на красный нельзя, надо стоять. На велосипед нужно только выехать, стоять и тресять на юг и велосипед. Надо проходить только по пешеходному переходу, только на зеленый свет, на красный невозможно ходить, так и опасно. Вдруг машина впереди будет. Юные помощницы инспекторов движения не только прекрасно знают правила дорожного движения, но и своими знаниями недавно блеснули на городском конкурсе «Это мой велосипед, мы катаемся без бед». Это состязание видеоработ среди детей 5-7 лет и их родителей, в котором приняло участие 10 дошкольных учреждений Якутска. Тема велосипедов сейчас самая главная, потому что на дорогах очень много дорожно-транспортных происшествий именно с велосипедами. Поэтому этим конкурсом мы хотели, чтобы ребята сами поставили ролик, а потом эти ролики мы бы показали другим ребятишкам. Почему? Потому что ребятишки учатся друг от друга лучше, чем взрослые бы что-то говорили. А тут вот ребенок ребенку скажет, это будет очень здорово. И мы считаем, что это запомнится детям больше. Организаторами конкурса выступило городское детское дошкольное объединение «Движение ЮПИТ», Управление образования Кружной администрации города Якутска, Госавтоинспекция МВД и редакция программы «Проавто-14» НВК Саха. Мероприятие проводится впервые, но организаторы уверены, что оно станет традиционным и обязательно пополнит количество и участников, и их географию. У меня велосипед двухколесный, у меня велосипед есть теперь. У меня велосипед, я доволен, помогите на него сесть скорей. У меня велосипед, посмотрите, у меня велосипед, я рулю. Еду, еду, еду я, тролли-бали, получается уже... У меня велосипед, посмотрите, у меня велосипед, я рулю. У меня велосипед, разойдитесь, разойдитесь, а не то задавлю. У меня велосипед, посмотри, на дороге светофор, электрический прибор. Разным светом он горит, всем машинам говорит. Красный очень строгий свет, он горит, проезда нет. Желтый подожди чуть-чуть, а зеленый можно в путь. Он горит на перекрестках, чтоб машинам было просто перекрестки проезжать и друг другу. Так в оценке видеороликов ребята и их родители, члены жюри, учитывали актуальность проблемы. Напомним, тема была о правилах езды на велосипеде, качество видеокартинки и качество звука. Все ролики были интересными, актуальными, и комиссии было сложно определиться. Поэтому было принято решение учредить шесть призовых мест. В итоге на третьей строчке оказалась Маша Кочнева и Юлия Бочкарева. Второе место у Руслана Васильева и у группы воспитанников детского сада «Жемчужинка». А победителями стали Катя Ермакова и Никита Семенов. А какие правила ты знаешь про велосипед? Надо одевать защиту. Расскажите, пожалуйста, как долго вы готовили этот ролик? Совсем недолго. Получилось, пришла идея о том, что на улице дети играют, они катаются. И решила так сделать, что как будто повседневная жизнь для ребенка. Ну, так мы и сняли его. Пошли гулять, сразу же все быстро получилось у нас. Хотелось бы отметить, что видеоролик Кати Ермаковой попал в тройку призеров Всероссийского конкурса «Азбука велосипеда», организованного Благотворительным фондом поддержки детей, пострадавших ДТП имени Наташи Едыкиной. Мы поздравляем всех участников и призеров конкурса. Отрадно, что это событие не только напомнило ребятам и их родителям о правилах дорожного движения, но и еще раз объединилось семьи, что очень символично в Год Семьи. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok ГАИ И днем и ночью они ГАИ На всех дорогах страны ГАИ И в летний зной и в холода Чтоб не случилась беда Всегда на посту ГАИ Служба непростая У парней в ГАИ Патрули и рейды Закаляют люк Будь вам безопасным Делают они Жизнь посвящая Полностью ГАИ ГАИ И днем и ночью они ГАИ На всех дорогах страны ГАИ И в летний зной и в холода Чтоб не случилась беда Всегда на посту ГАИ Мои друзья в ГАИ Надежной вам семьи Удачи и добра Домашнего тепла Спокойной службы вам Счастливого пути Желаю я вам От всей души ГАИ И днем и ночью они ГАИ На всех дорогах страны ГАИ ГАИ И в летний зной и в холода Чтоб не случилась беда Всегда на посту ГАИ И днем и ночью они ГАИ На всех дорогах страны ГАИ И в летний зной и в холода Чтоб не случилась беда Всегда на посту ГАИ ГАИ И днем и ночью они ГАИ ГАИ На всех дорогах страны ГАИ ГАИ И в летний зной и в холода Чтоб не случилась беда Всегда на посту ГАИ 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 ГАИ